В июле 1496 года Амброжио де Предис, находясь в Милане, стал жертвой несчастного случая во время игры в мяч на лошадях. Герцог Людовико послал к нему своего хирурга, упомянув в одном из писем, что любит безгранично Джованни Амброжио ради его добродетелей. В августе 1494 года художник и его коллеги Франческо Джоли и отчинут далеко чеканщики получили высокую оценку своему мастерству от герцога Людовико, который позволил им отбыть Винсбург с целью изготовления штампов для новых монет, которые собирался выпускать император Максимилиан. Амброжио де Предис совместно с братом Бернардино взялся исполнить для императора шесть капелленов. Для этого он взял субсидию у миланских банкиров Джованни Пьетро Ору и Констанцо Элло. Уже в сентябре начался конфликт по поводу участия обеих сторон в доходах от сделки. Вероятно, он усугублялся задержкой платежей со стороны вечно безденежного императора. Из акта протеста в пользу миланских банкиров мы узнаем, что Амброжио де Предис изготовил для Максимилиана и доставил ему одеяло с тонкой работой из шелка, вышитая золотом и серебром с изображением в центре императорского керба и фигурами четырех ветров по углам. Также император получил две бархатные вышитые верхние одежды. 18 августа 1501 года император в письме к Санта-Браско, миланскому послу имперскому советнику, который защищал дело братьев де Предис при дворе, гарантировал взнос в тысячу дукатов, запрошенного желания Амброжио, и сделал новое предложение по изготовлению третьего кобельяна. Амброжио де Предис как чеканщики, работающим по заказам императора, содержится под 1502 и 1506 годами. В 1502 году художник выполнил свою единственную подписную работу – портрет Максимилиана Капсбурга. На нем император предстает как изощренный политик, скрывающий свой изобретательный ум под маской любезной приветливости. В 1506 году миланский художник снова ездил к императорскому двору для изготовления драгоценных одежд. По-видимому, несмотря на постоянные проволочки с платежами, он видел в этой службе способ увеличить свое благосостояние. О последних годах Амброжио де Предис ничего не известно. Однако Франческо Малагуци Валери разыскал в списках изгнанников из пределов миланского государства, после его перехода в руки французов, некоего магистра Амброзию, живописца из прихода святой Иуфемии в Милане, на основании чего предполагает, что речь идет именно о Предисе. И если это так, то художник в 1522 году был еще жив. Малагуци Валери Другие живописные работы этого миланского мастера, пользовавшегося заслуженной славой у своих современников, приписываются ему на основе стилистического сходства с известными его картинами. В основном это профильные или трехчетвертные портреты на черном фоне. Самый ранний из известных картин художника Малагуци Валери полагает поясной портрет молодого мужчины, с прижатой к груди рукой, на большом пальце которой надето кольцо. Профиль с характерным носом, присущим представителям правящей династии, весьма напоминает изображение молодого герцога Джованни Галлиатсу Сфорца, чьим дядей, а затем наследником титула, стал Людовико Моро. Прическа с челкой и острежными полугругом волосами, идентичная той, что мы видим на портрете, встречается на его рельефном изображении работы Бенедикто Брёвску. Стилистический способ наложения теней в области носа и подборка, а также прорисовка глаз, имеют общие черты с головой ангела в красном. Портрет очень красив по цвету, хотя мастер здесь не прибег к прорисовке волос. Их легкость, мягкость и пышность почти ощутимы. Верхняя одежда передана крупными обобщенными складками, а узоры на алой и нижней различимы, но несколько приглушенные. Малабудцы Валерии, опираясь на наличие кольца, датируют работу 1489 года, когда состояла свадьба Джованни Галлиатсу с дочерью неаполитанского короля. Портрет молодого человека 20 лет. Из Лондонской национальной галереи происходит и собрание графов Аркинту, утверждавших, что на нем изображен Франческо де Бардоломео Аркинту. Известно, что в будущем этот человек поступил на службу к французскому королю Людовику XII. Стал комиссаром и губернатором Кантадо Киавенна. В 1511 году он получил в подарок от жителей Кантадо, довольных его правлением, золотое ожерелье. В очень белой и изнеженной руке, лежащей на краю стола и написанной с тщательным старанием, но не совсем удачно, портретируемый, держит ленту, на которой поставлена дата создания картины. В 1494 году указан возраст Франческо, 20 лет. И стоит монограмма АМПРФ, которую расшифровывают, как Амброджо Тепредис написал. Внимание художника сосредоточено на скульптурной проработке его бледного лица с крупным подбородком, чуть насмесливой изогнутыми губами и выразительными глазами, чья радушная оболочка отливает прозрачной голубизной и вызывает ассоциации со стеклом. Тщательно проработанная прическа из волнистых мягких волос отливает золотым сиянием. Двубордная верхняя одежда с леопардовым воротником и разрезными рукавами передана обобщенно. Ее складки слегка намечены. Нижняя одежда глубокого синего цвета, стянутая на груди черными завязками и вовсе равномерно покрыта однотонной краской. Тщательной проработке подверглись лишь мелкие складки нижней белой рубашки. Это новаторский для ломбардской живописи портрет, изображающий человека не в профиль, а в трехчетвертном повороте. Высокий образец подобного жанра миланский мастер мог видеть в портрете Чичилии Галерании Леонардо да Винчи, созданном в середине 1480-х годов. Подобно фарентийскому коллеге, миланский мастер пытается преодолеть декоративность и плоскостность традиционного портрета. Приблизиться к реалистическому изображению модели, заглянуть в ее душу. Музыка 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 Музыка